Фронт становится движением. Представители Общероссийского народного фронта объявили сегодня о расширении организации и создании отделений по всей стране. Евгений Рожков о ближайших планах. Руководители Общероссийского народного фронта не стали ждать отведенные для подготовки три месяца и о готовности стать движением объявили по фронтовому четко. Хотел бы вас проинформировать, что решение о создании до 12 сентября текущего года региональных отделений в более чем 50% регионов нашей страны выполнено. Это значит документы можно отдавать в Минюст, что и сделают в ближайшее время. Решение о том, что фронт, созданный по инициативе президента Путина, готов повысить статус, было принято в июне на конференции в Москве. Там же приняли устав и манифест и решили, что программой станут майские указы главы государства. У движения больше рычагов влияния на власть, особенно если это движение президентское. Многие чиновники, приходя во власть, я сейчас беру любых, глав городов, местных назначенных управленцев, руководителей абсолютно любых сфер, они забывают, что они наняты людьми на работу. Они считают, что они местные цари-боги. И вот на самом деле, одна из задач фронта, которую нам поставил в том числе и Владимир Владимирович Путин, к примеру, это контроль над государственными закупками. А уже в сентябре заработает интернет-портал общественного контроля за госзакупками. Там для ознакомления выложат уже известные факты коррупции. Завышение цен, обход аукционов и любой, увидев у себя в регионе похожее, даже с мобильного телефона сможет сообщить. Вам достаточно будет кликнуть на него и написать, вот в моей школе номер 14, там, города такого, именно так происходят закупки. Именно так. Либо в моей больнице медтехника вот так вот закупалась, вот по той схеме, которая у вас описана. При этом куратор этого проекта Александр Галушка добавил, рассчитывает на привлечение к мониторингу всех неравнодушных сил, но только тех, кто сам не замешан в коррупционных схемах. Став общероссийским движением, ОНФ собирается взять под контроль и реализацию масштабных инфраструктурных проектов, предложенных президентом, среди которых реконструкции БАМа и Транссиба, строительство скоростной железной дороги из Москвы в Казани и, конечно же, большого автомобильного кольца вокруг столицы. На все выделяются огромные бюджетные средства, и дополнительный контроль не повредит. Евгений Рожков, Константин Мушник и Виктор Приходько. Вести Москва.